Хей, хей, хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски! И я продолжаю записывать для вас мобильные игрушечки у себя на канале. Так, нажмите, чтобы продолжить. Давайте сразу посмотрим, что у нас здесь за... Ну, типа за игра и вообще, что здесь надо делать. Если вам игра понравится, то обязательно ставьте лайк, друзья. Для того, чтобы я видел, что она вам по душе и чтобы я продолжил в неё играть. Ну и подписывайтесь, конечно, если она вам тоже также понравится. В этой игре мы с вами играем за гигантскую боевую улитку. На спине, которая сидит какой-то, я не знаю, гном, что ли, или типа дворф, или просто карлик. И, собственно говоря, убиваем. Я даже не знаю, кто это, котики какие-то. Короче, смысл в том, что, конечно же, эту улитку мы будем с вами грейдить, делать её намного мощнее, намного лучше, с разными пушками, с разными улучшениями. Но, в общем-то, это должно быть довольно-таки весело. Поглядим. Улитка, конечно, мягко говоря, не сильно, скажем так, быстро. Едет она очень медленно, но зато вот как мы эффективно просто расстреливаемся этого пулемёта гигантского вообще. Очень даже неплохо. Так, добрались с вами до замка и получаем новое оружие. Кун вызыва... Ага, это типа ракетомётчик. Я понял, я понял. Так, отлично. Нажимаем сюда. И мы можем теперь перейти к следующему уровню. Смотрите, мы с вами добавили этого куна. Вопрос только как... Ага, всё, понял, как это менять. Вот, то есть нажимаю на него. И я... Ух, нифига себе! Неплохо. Слушайте, ну я куну буду использовать, конечно, если будут какие-то там либо постройки, ну, типа защитные башни, или же... Так вот, кун, пошёл. Найс. У него ещё патрон летит прям так, знаете, по дуге. То есть надо прям рассчитывать. Вот смотрите, сейчас. Перелёт. Оп. Супер. Во, вот так. Ай, патронов-то мало. Смотрите, осталось-то всё... А, он перезаряжается потихоньку. Всё, тоже понял. Так. Найс. Снял просто. Офигенно. Так. И очень даже любопытно, какие здесь ещё могут быть пушки. На самом деле, для таких вот игр очень много чего можно придумать. Там, начиная с донатных каких-то супер-ультрапушек и заканчивая просто обычными, там, не знаю, пистолетами, пулемётами, гранатомётами, лазерами и так далее. Так. Подходим мы к башне. Судя по всему. Слушайте, интересно, как так получается. Вот мы дошли до сундука. А, они типа вместе засчитываются на карте. Понял. Найс. Ещё одна победа. Ну, пока, понятное дело, всё довольно-таки легко. Третий уровень. У меня пока новых пушек нет. Light Weapons нету. А, апгрейд есть. Ну-кась. 500 монет, да? Не, у меня всё равно столько нету пока что. Ну, ладно. Погнали. Погнали. Надеюсь, что новые враги также будут появляться, потому что, ну, улитке надо как-то развлекаться. Правильно? Правильно. Поехали. Так. Угу. Есть контакт. Блин, научиться бы стрелять вот именно вниз. Резко вниз, для того, чтобы я мог сносить одновременно и тех, кто там бежит, и саму башню. Блин, вот видите, опять я нормально не попал. Так, сносим раз, сносим два, и погнали туда. Я думаю, что я сундук тоже попробую снять. Во, вот так, потому что по нему долго надо стрелять с пулемёта, а то тут раз и быстренько достаточно. Так-так-так-так-так. Слушайте, достаточно долго с пулемёта сносить башню, если честно. Я прям это наблюдаю сейчас. Блин, перелёт. Нет патронов. Очень мало патронов на гранатомёт. На самом деле, просто безумно мало. Да, видите, как долго надо сносить. Блин, ужасно. И там ещё и башня стоит. Блин, я, конечно, затупил нормально так. Слушайте, противников-то на самом деле дофигища. Очень много. Так, снял. Всё, сносим, сносим, сносим. Один выстрел с пулемёта сносит где-то 10 хп, а один выстрел с гранатомёта 200. То есть, один выстрел... Да, отлично. С гранатомёта это как 20 выстрелов с пулемёта. Но это, конечно, мощно. Так. Ага. Новую пушку мы можем с вами купить. Покупаем. Ну, у нас просто нет другого выхода. Нас заставляют это сделать. И это, видимо... А, это для того, чтобы атаковать воздушные цели. Нифига, то есть тут и воздушные есть. А где ты, челик? Ага, вот прям так меняется. Понял. Я что-то даже не обращал внимания. Просто они так меняются. Было бы прикольно, если бы они просто на улитке становились бы в разные места. И можно было стрелять. А тут так сверху, конечно... О. У-у-у-у-у. Неплохо. А так я не могу... Да, так не могу. Окей. Так. Найс. Слушайте, а врагов-то тут реально дофиги... А так неплохо. Да нет, так тоже можно к 100. Так, сносим. Раз. И вот так. Два, три, четыре и пять. Готово. Слушайте, офигенно. Офигенно, конечно, но очень мне не... Ну, типа, не очень нравится, что... Эээ... Блин, что-то их реально очень много становится. Прям безумно много. Так. Снесли. Сносим. Блин, да что ж такое-то? Со всех сторон в меня пуляют. Хорошо, что вроде бы хп много хотя бы. Так, снесли. Ага. Найс. Сюда. 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 Все, супер. Фу. Ну, на самом деле, с гранатомета тоже нормально по драконам стрелять. Я замечаю, что хороший дэмэдж прописывается. Но все-таки, поскольку гранатомет... Для других приспособлен на здание и так далее, то, наверное, лучше все-таки использовать дробаш. Стараться, по крайней мере. Фу. Победа. Ну, все интереснее и интереснее, кстати говоря. Если честно, мне прям что-то даже нравится. Так. Коллект 10, чтобы получить 500. Все, получаю. Слушайте, может, я еще кого-то смогу купить? Ну-кась. Вепон. Ага. Ну, вот за бриллианты. Видите, здесь дофига всего есть. Ух ты, за 15 тысяч даже есть золото, золото, бриллианты. Ну, понятное дело. То есть, тут надо для каких-то убер-штуковин, надо прям задонатить. Ну, я пока не знаю, буду я это делать или нет. Все, опять же, зависит в основном от вас, друзьяшки. От вас. Поехали дальше. Так. Здесь пока все норм. Интересно, будут ли новые противники на этом уровне? Хотя, наверное, вряд ли, потому что на прошлом уровне их довольно много было. Новых. Все. Найс. Всех снес. Стреляем дальше. Видите, то есть, гранатомет, пожалуй, это, наверное, самая лучшая пушка. Я бы еще... Если бы было такое улучшение, я бы просто еще повысил бы количество патронов на гранатомете. Это было бы просто идеально. Просто идеально. Потому что гранатомет ваншотит почти что все. Ну, по крайней мере, на данный момент он ваншотит вообще все. А со временем, ну, может быть. Ну, посмотрим, короче. Интересно, а почему... Ой. Что? Что? Ты что такое? Существо такое, а? Поехали. Найс. Ну, его, понятное дело, с гранатомета... А с этого нормально? Да не особо-то. Нифига себе. Найс! Прекрасно! Слушайте, нормальный такой медведь, на самом деле. Нифиговый. Все, патронов больше нет. Сносим с дробаша дальше. Ну, не знаю, типа, вроде бы с дробаша больше вносится, конечно, но... Так, поехали. Поехали с пулемета. Надо снести мелких, потому что они тоже дэмэдж вносят неплохой. Так, с дробаша сносим этих. Используем дробаш до конца и сейчас поменяем на гранатомет. Все, поехали. Есть. Почти. Готов. Фууу, не слабо, не слабо, если честно. Если честно, не ожидал, что будет настолько мощный босс. Потому что у меня хп, вон, почти не осталось. Обратите внимание. Реально осталось прям совсем немножко. Еще чуть-чуть он вполне мог бы меня добить. Так, и надо было на карту смотреть. Вон там написано, кстати, что босс. Я что-то не обратил внимания. Нормально! Нормально! 140 монет мы с вами получили. Мне, правда, их особо сейчас деть некуда. Но, тем не менее. Слушайте, мы, может быть, даже всю главу успеем с вами пройти. Было бы здорово. Так, это чтобы убрать. А это что? А, за каждые 30 минут дается какой-то убер-чувак. Ну-кась. А что за убер-чувак? Это пулемет или что? Так. А-а-а, я понял. Неплохо, неплохо. А, на верхнюю. Фух, смотрите, он прям по этой и стреляет, по дуге. Слушайте, вот, конечно, босса хотелось бы с помощью этой фигни бить. Вы посмотрите на это. Просто безумие какое-то. Это жесть. Давайте с этого, с огнемета. Ой, с огнемет. С гранатомета пока постреляю. Пускай пока перезаряжается с огнемет. Все, поехали. Найс. Просто супер. Очень хорошо. И самое главное, что очень много этих патронов. Очень много. Ну, то есть у меня вообще пока еще не заканчивались ни разу. Найс. Все, патроны закончились. Подрубаю опять гранатомет. Окей. Все, гранатомет закончился. Подрубаю огнемет. Ну, блин, это имба оружие, конечно. Я понимаю, что оно дается не всегда. Там, типа, раз в 30 минут. Поэтому это может быть еще как бы норм. Но с этой пушкой, мне кажется, можно вообще любого уровня пройти. И не напрягаться вообще нисколечко. Просто нисколечко. Успел. Хорошо. Да, мы по-моему вообще не потратили ни одного хп. Вы посмотрите, у нас просто фуловая полоска хп. Блин, мне прям в лицо прилетает этот чувак с баскетбольным мечом. А-а-а-а. Successfully fire attack. Не, ну у меня нет бриллиантов. Я не могу их себе позволить. Блин, вот гады, конечно. Дали попробовать его. Теперь отбирают, можно сказать. Блин, что там, купить никого не могу? У меня косарь есть. Могу кого-нибудь за косарик приобрести? Нет? Нет. 3 500 это самое маленькое. И он просто стреляет, видимо, с пистолета, что ли. Что-то такое. 3 500. Ну, блин, дофига так-то. Я мог бы улучшить кого-нибудь. Может быть, даже я бы... Может быть, даже было бы реально хорошим решением улучшить гранатометчика. Потому что, опять же, я довольно часто его использую. Опа, это кто-то уже, видите, в костюмчике, кстати. Но пока не знаю. Тоже не хочется тратить деньги. Просто так, я еще посмотрю, что вы в комментариях понапишите. Может быть, кто-то уже играл в эту игру и знает, кого стоит покупать. Кого вообще не стоит. Может быть, это, типа, будет просто минус деньги, юзлос потраченные. Поэтому... Поэтому, да. Буду читать комменты, в том числе, конечно, что делать. Так, снесли сундучок. Слушайте, надо дробаш подрубать. Что-то как-то мне... Очень странно, что дробаш так хорошо работает против воздушных целей. Я не понимаю, почему. По логике вещей-то, ну, типа, дробаш стреляет, стреляет и стреляет. Как бы, неважно, в какую сторону. А получается, что вот важно, потому что он вообще чуть ли не ваншотит. Видите? Прямо издалека причем. Очень странно. Он дракона сносит проще, чем мелкого вот этого. Это действительно немножко подозрительно, скажем так. Ой-ой-ой, больно. Больно. У меня же улитка остановилась впервые за все время, мне кажется. Так. Раз. Две. Три. Отлично. Прекрасный был выстрел и последний. Так, ладно. Пока, ну, я типа вижу, что появляются новые противники, но все-таки пока никого такого прям особо прикольного, особо нового, стрёмного я еще не видел. Отлично. Наша улитка добралась. Супер. А, и в этот раз только две дали. Нифига. Интересно, почему. А, проапгрейдить машин-ган. Да, блин, я не хотел его апгрейдить. Ну, типа, это, конечно, хорошо. Плюс 10%. Давайте лучше я этого тогда прокачаю, потому что он мне все-таки действительно намного больше. Нравится. Еще и дополнительные монеты с вами получили. Так, хорошо. Нам осталось три уровня до конца этой, скажем так, локации. Я думаю, что мы успеем их сегодня все пройти. Поехали. Подрубаю сразу этого чувака, чтобы открыть сундук. Да, блин, что ж такое-то. Только с последнего выстрела снял сундук. А, кстати, только сейчас я заметил, что на этом, на драконе... Ох, нифига себе. Что на драконе сидит какой-то челик. Блин, да что ж такое-то. Надо не отвлекаться. Эгэ. Эгэ. И ага. Отлично. Все, давайте возьмем пулемет, потому что у нас сейчас он еще и... Да, видите, он теперь наносит еще и 13 урона. По-моему, 13 до этого нанести он не мог. Хотя, вообще, драконы не особо, как бы, это сильно, если честно говорить. Так. Ага. Ага. Я понял. Я понял. Ну, блин, кстати говоря, неприятная фигня, если честно. Вообще неприятно, то, что он кидает эту фигню вниз. Я думал, он прям десантирует на тебя, а он нет. То есть, надо будет еще и отстрелить бомбу саму. Так, давайте. Ага. Супер. Еще. Еще. И еще. Отлично. Ну, в принципе, пока все равно еще ни разу я не получал больше дэмджа, чем половина хп. Не считая босса, конечно. С боссом было проблематично. А так, в общем-то, довольно несложно. Так. Легкое оружие Фейн. Он кастует заморозку. Интересно, а что значит легкое оружие? Типа, я могу его использовать независимо от моих тяжелых оружий, что ли? Если я правильно понимаю. Ну-кась. Давайте заценим. Легкое оружие. Ставлю сюда. Поехали. И куда оно... Ага. Вот он. Ставится на эту площадку. Понял. И что будет? Как он работает? Этот, что ли? Сейчас. Сейчас, ребят, подождем. Нажимаем скилл. Ага. Типа, он все. Я понял. Он просто выпускает, типа, корни. И все... Ну, не замораживаются. Как это сказать-то? Просто перестают двигаться, что ли. Ну, я бы не сказал, что это что-то прикольное, на самом деле. Такой себе скилл, если честно. Слушайте, вообще жестко. Что за жесть? Очень жестко что-то было сейчас. Очень жестко. Ну, вроде бы выбрался. Блин, вообще непростая ситуация. Так, давайте. Полетело. Ух ты. Не ваншот. Слушайте, теперь даже попадаются вещи, которые с гранатомета не ваншотятся. И вообще котики стали какие-то... Слушайте, а если это будет прям как путешествие во времени? То есть они будут становиться все более и более мощными. Это будет жестковато. Так. Фу, я прям еле успеваю переключать. Что-то реально они разогрелись как-то по ходу дела. Так, давайте этого сносим, этого сносим. Лучше бы, конечно, может, с дробовика, но... Блин, хп-то вообще почти не осталось. И при этом... А, не, почти не осталось. Как? Половина еще. Да. А, не, нифига, не половина. А, так для каждого свое хп, лол. Я первый раз это заметил. Смотрите, то есть у куна одного, у боба малого. Вот и у этого достаточно много. Так это вообще другое дело. Это, на самом деле, довольно-таки легко тогда получается. Надо просто вовремя всех переставлять, и все будет ок. Ну, ладно, поехали, че? Поехали. Это финальный бой, и здесь будет у нас с вами босс. Еще раз призываю вас, ребята. Если вам игра нравится, то обязательно поддержите лайком, для того, чтобы я видел, что она вам по душе. Ну, и, соответственно, я, естественно, буду ее снимать в таком случае даже больше. Поэтому только за, только за. Я так понимаю, если честно, ну, еще не уверен, но я так предполагаю, что игра не сильно, блин, не сильно большая. То есть она, возможно, довольно быстро закончится. Но, тем не менее, я попробую ее вам показать в достаточно таком бодром темпе. Так. Давайте, наверное, вот так. Хорошо, хорошо. Бомбардир. Опа, все, пошел босс. Ух, нифига себе! Ладно, поехали. Ну, здесь у меня особого варианта нет. Надо просто закидывать его гарантометом, и, может быть, из дробаша стрелять, не знаю даже. Я даже не знаю, как лучше-то стрелять из дробаша или из пулемета. Вот тоже, как бы, вопрос такой себе. Слушайте, на самом деле, вообще жестко. Очень жестко. И почему... Ага, вот, снес. Ой, блин, не знаю. Ладно, сейчас посмотрим. Ну, я его потихоньку снимаю, конечно, но что-то вообще не прикол. Так, давайте вот так вот постреляем. Найс, найс. Отлично. Поехали, бьем сюда. Пока есть возможность... На самом деле, надо просто еще вовремя менять персонажей, потому что, видите, этот у меня уже реально раздамаженный, и им лучше стрелять, пока этот чувак спит. Это, наверное, самый лучший... Ну, типа, дракон этот. Пока он спит, это, наверное, самое оптимальное решение было бы. О, супер. Я даже не заметил, если честно, как он умер. Фу, ну, у Боба вообще хп почти нет. У Куна нормально, и у дробаша, который в веркинг, в принципе, вообще норм. Ну что, друзья, думаю, что для начала достаточно. Если вам игра понравилась, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. А мы с вами увидимся уже в главе 2 в следующей серии. Я так понимаю, что серии, может быть, будет вот раз, два, три, четыре, пять серий. Если здесь нет, конечно, еще одного острова. Ну, мне почему-то кажется, что нет. Увидимся в следующей серии. До скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь. До свидания. До свидания.